Друзья, это реальное кино обо всем, и сегодня видео, которого все ждали и требовали с меня в комментариях, и которое действительно концептуально и важно, несмотря на то, что я считаю в нашей жизни, самое главное, Бог и любовь Его. Итак, поехали! Отказ от использования биометрических данных. Этот вопрос, он терзает просто умы человечества. И вот он, этот МФЦФ, которым нужно писать отказ. Я не стал снимать подробно в МФЦ специально, потому что, ну, это все не очень просто. Не очень просто, потому что в кадр попадают другие люди и так далее. Говорю без лирики последовательность действий. Сейчас я тебя выключу, чтобы ты не орал. Это отец Савва подарил, кстати. Вот вожу, как телесмон. Шучу, как память. А так вот, чтобы написать отказ от использования идентификации человека по биометрическим данным, нужно посетить один из вариантов МФЦ. В МФЦ мы приходим с паспортом и с НИЛСом. Мы подходим не к вот этому экранчику, на котором пальцем можно натыкать услугу, которую ты хочешь заказать, а прям к тетеньке напрямую. Потому что на экранчике такой услуги, отказ от биометрии нет. К тетеньке подходим. Тетенька с железными нервами, канаты, как для лифта у нее нервы. Потому что я наблюдал, пока ждал, в свою очередь, столько неадекватных, пьяных, обкуренных людей, просто неадекватных по возрасту. И она им все вежливо объясняет. Просто тетке надо памятник поставить. Все очень просто. Она записывает фамилию. Мы пришли на меня, жену и несовершенного летнего ребенка оформить. Записывает нас примерно 30 минут ожидания. Ну, плюс-минус. И она вызывает, дает талончик. Нельзя через аппарат записаться, через электронную очередь. Вот. А тетенька, ну, в принципе, все так же, как бы в порядке общей очереди. Очень быстро, да, я считаю, прошло. То есть не больше часа мы потратили на всю процедуру. Подходим к тетеньке в окошке. Тетенька в окошко очень лояльная. Сама заполняет все данные по выданным документам, по паспорту. То есть нет, спросит проверить. А там только номер снился и только номер паспорта и фамилия, имя, отчество. Даже места жительства не указываются. Дают нам заявление, которое... Вот я сейчас поставлю скрин, попробую. Отказ от идентификации по биометрическим данным. В любой момент это заявление, если вдруг я чокнусь, можно отозвать. И тогда уже, чтобы сдать биометрию, там чип-живитель. То есть все обратно можно решить. Заявление действует до момента написания обратного заявления. То есть навсегда. Я не знаю точно, как устроена система. Не знаю точно. То есть что это именно дает. Но я считаю, что человек должен выразить отказ от использования данных, вот этих биометрических, которые даны ему Богом свыше. Это неразменная монета в идентификации. У него есть фамилия, имя, отчество, паспорт и другие утвержденные законом и проверенные годами документы, которых достаточно для идентификации личности. А вот эти вот все биометрии, это новое веяние, которое неизвестно вообще для чего. Многие пишут, что здесь есть подводные камни. Якобы вы пишете отказ и тем самым соглашаетесь там с чем-то еще. Я в документе не увидел никаких подводных камней. Никаких там дополнительных слов нет. Там написано, что я отказываюсь от идентификации. Ответ, надо больше спать. Язык заплетается. Мои личности по биометрическим данным. Все. Никаких, что я согласен где-то участвовать. Никаких госуслуг, в которых я не состою, с меня не потребовали. Единственное, спросили номер телефона. Я спросил, зачем? У меня есть несколько телефонов. И есть сейчас телефон, которым я не пользуюсь. Но он номинальный. Я его могу включить. Но я его почти не включаю иногда месяцами. Так вот, я оставил этот номер телефона, потому что мне сказали, что это не для чего. Просто в программе нужен зачем-то номер. Хорошо, пожалуйста, вот нате вам. Все. Все вежливые, все культурные, все относятся с пониманием. Никаких наездов, никаких подковырок, подводных камней. И таких людей, в общем-то, при нас было несколько. Но не масса. Если бы в последний день сегодня, ну, как говорят, в последний день. А он еще не последний. Можно писать в любое время это заявление. Уже когда и передали даже данные, можно писать. Ну, так условно считается, что с 1 сентября могут передать. Так если бы там стояла очередь из людей для отказа от этих персональных биометрических данных и идентификации по ним, наверное, те, кто придумал этот закон, они бы за свою попу почесались бы очень сильно. Потому что что это такое? Как это так? Людям это не нравится. Но людей там было, как говорил отец Владимир Русин, жменько. Немножечко. Но они были все равно. Совсем чуть-чуть людей было. Которые писали вот эти отказы от биометрии. И, ну, вот что делать? Чего делать? Ехайте куда хотите. А нам зеленый горит. А че? Нам зеленый горит. В чем проблема? Или ты им зеленый горит? В общем-то, транспортное средство, которое выехало на перекресток, оно должно завершить движение. Ну, что мы, собственно, и делаем. Так вот, хочу сказать, что... Идите, пишите смело. Ну, я, опять же, не настаиваю. Я хочу сказать, что ничего страшного в этом нет. Почему я это сделал? И надо ли это делать? У нас до последнего были сомнения. А надо ли это делать? Я считаю, что надо. Это моя принципиальная позиция. И некоторые богоносные отцы, они меня лично, а других людей близких благословили на то, чтобы пойти это сделать. Причем не чокнутые, не раскольники, а те, которые в РПЦ. Но они пользуются большим духовным авторитетом и имеют огромный духовный опыт. Они благословили написать это. Но в каждом конкретном случае решение принимайте вы сами. И еще раз хочу сказать насчет того, что говорят, а, вот вы пошли написали и вас внесли в систему. Мы и так все в системе. Только мы в системе либо с отказом, либо с согласием по умолчанию. И эта разница для меня, я считаю, важная. То есть, ну, вот, если вдруг я передумаю, еще раз хочу сказать, вдруг что-то с головой случится. Я захочу, чтобы использовали мои данные биометрические. Я в любой момент могу пойти и написать обратное заявление, и их будут использовать. Вот. Никаких упоминаний о том, что в какую-то систему это будет вноситься. В этом бланке нет. Что там нас посчитали. В этом бланке нет. Кроме отказа, он ни о чем не гласит. Если они что-то сделают благодаря этому отказу, по своей воле, обманам, то это будет их грех. Я свою волю о том, что мои данные, мое лицо, мой голос и другие биометрические данные я запрещаю использовать для идентификации личности. Там, в метро я не хочу, чтобы проездами оплачивали, чтобы мне штрафы переходили за переход дороги. И так далее, и тому подобное. Чтобы идентифицировали, где я побывал, и создавали рекламный продукт на основании моих интересов, я против этого. Но о других возможных последствиях использования биометрических данных и их компромате, потому что если они будут использованы... Вот рядом пришла женщина писать заявление, у нее взломали госуслуги. Она в шоке. Я говорю, давай это не к вам, это в полицию, не к нам. Вот так же могут взломать ваши данные, как это используются. А когда вы написали отказ, ну это все-таки документ, который стоит у вас на руках, и это волеизъявление. Еще раз хочу сказать, если бы люди изъявили свою волю массово, то эти сатанисты, которые вводят эти новые правила и законы, они бы задумались, как они задумались в некоторых предыдущих случаях. Но так как люди относятся к этому очень вяло, ну соответственно, те, кто сделал выбор, он его сделал, а те, кто в раздумьях. Но я не буду советовать вам быстрее определиться, я только могу сказать, что процедура простая. И говорят, ходить или не ходить на выборы. Вот это же давно уже эта история, ходить или не ходить на выборы. Я сначала не ходил на выборы, потому что, ну я считаю, что я ничего не могу изменить. И все так считают. Но если бы все пришли на выборы, и это говорят даже те люди, которые делают подтасовки, если бы все пришли и сказали, я приду, даже если я ничего не могу изменить своим голосом, я все равно приду и выражу его, чтобы на страшном суде меня не спросили, у тебя была возможность, почему ты не пошел? Говорят, ну это потому, что все не пошли. Нет, я тебя спрашиваю, ты почему не пошел, чтобы изменить что-то в жизни, в стране, в мире, во вселенной? И что я тогда отвечу? И еще такой постскрипт. Вот эта тетенька, которая принимала у нас, не заявление, которое выдавала талон администратор, она разговаривала с какой-то женщиной, со своей знакомой там, и мы, ну, краем уха слышали, потому что стояли рядом. Она говорит, что у нас многие сотрудники МФЦ написали это заявление по отказу от идентификации по биометрическим данным. А та ее спрашивает, говорит, ну там оно, наверное, с подвохом какое-то. А тетенька ей отвечает, нет, заявление без подвоха. То есть у нас многие сотрудники написали, МФЦ сотрудники написали. Думайте сами, решайте сами. Благодарю тех, кто помогает каналу, что позволяет нам с вами вместе делать добрые дела для детей, для семьи, для храма. Скоро будут новые ролики об этом, я надеюсь, будет интересно. Я желаю всем мирного неба и благополучия. Все обязательно, рано или поздно, будет хорошо. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok